здравствуйте виноградари вы снова на канале виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин сегодня я расскажу как проводить сухую подвязку винограда расскажу на примере вот этого куста для начала я его обрежу но обрезка будет немножко в другом ролике а затем на примере одного рукава который вы увидите чуть позже я покажу как нужно производить сухую подвязку и как ее производить не нужно итак вы открыли свой виноград от зимнего укрытия а кто успел или захотел провел искореняющую обработку либо 3 5 процентным железным купоросом или 3 процентной бордоской жидкостью следующая операция на винограднике это подвязка плодовых лоз и многолетней древесины к проволокам на нашей шпалере эту подвязку еще называют сухой подвязкой начнем с первого когда ее проводят но естественно нужно подвязать до распускания почек иначе придется очень сильно повозиться можно подвязать сразу особенно если лоза укрыта была землей и она сырая а значит не хрупкая и не ломается или дождаться начала сокодвижения лозы становятся гибкими и легко без изломов подчиняются виноградарю если в вашем регионе бывают весенние заморозки а вы уже освободили виноград от укрытия то не стоит торопиться подвязывать к нижней проволоки я покажу как это будет проводиться чуть позже а не стоит торопиться потому что при возвратных заморозках обычная температура внизу гораздо ниже чем вверху и поэтому стоит на самом начальном этапе до сухой подвязки оставить лозы вот в таком положении как вы видите у себя на экране но это только очень ранней весной при очень раннем открытии то есть лоза остается вертикально либо вот под углом в 45 градусов ну почти как у меня но это только небольшое такое решение для ухода от возвратных заморозков при начале сокодвижения нужно произвести обязательно подвязку к нижней проволоки и сейчас посмотрим как это должно произойти и теперь переходим к примеру как я подвязываю многорукавный веерный куст рассмотрим на одном рукаве и еще добавлю что подвязка не только удерживает нас куст и его элементы штамп рукава плодовые звенья на шпалере иначе все будет лежать на земле но еще и подвязка распределяет все плодовые звенья по шпалере и чтобы не было загущения во время вегетации и чтобы и проветривание и освещение было в норме подвязка проводится по определенному плану в соответствии с выбранной формой куста и давайте рассмотрим сначала куст значит перед вами четырех рукавный веерный куст для двух плоскостной шпалеры если мы посмотрим один рукав и второй рукав находится на ближней камне плоскости и вот дальний третий рукав и четвертый рукав находятся на дальней плоскости если бы у меня этому кусту было немножко больше лет если бы этот куст был повзрослее то я бы сформировал из головы куста еще два рукава и они бы заняли вот эту середину плоскости видите она пустая в данный момент вот таким образом и распределяется рукава на шпалере а теперь для начала давайте посмотрим как нужно подвязывать рукава если у вас многорукавный веерный куст то рукава стоит расположить под углом 45 градусов не стоит их ставить вертикально затем вы замучаетесь укрывать его на зиму либо придется ломать а вот такое расположение самое оптимальное их легко можно затем при укрытии положить на землю и вот приблизительно в месте где рукав подходит к нижней проволоке мы его и подвязываем тоже к нижней проволоке хотя иногда я эту операцию и не делаю а подвязываю только плодовые стрелки плодовую стрелку вот эту лозу мы ложим горизонтально и подвязываем к нижней проволоке а вот с учком замещения нужно подумать если бы он у меня был короткий вот такой я бы его оставил и никак не подвязывал вот так как он стоит под углом 45 градусов я бы его так и поставил нормально там растает побеги никаких проблем нет но так как он у меня слишком длинный то мне его придется немножко подогнуть то есть я его не буду вязать горизонтально но немножко подогну и сейчас посмотрим как у меня это получится и смотрите что у меня получилось после подвязки вот это правильная подвязка плодовая стрелка подвязана горизонтально к нижней проволоки сучок замещения тоже немножко подогнул теперь смотрим вот почки у основания плодовой стрелки как правило их около трех штук они не плодоносные и обычно я их удаляю на их месте будут расти побеги из сучка замещения вот это правильная подвязка вот к этому и надо стремиться при таком расположении плодовой стрелки все практически все побеги будут идти равномерно хотя за счет вертикальной полярности винограда слишком ярко выраженной последние побеги на этой плодовой стрелки будут идти в рост немножко сильнее но вот такое расположение плодовой стрелки самое оптимальное оно выверялось многими виноградарями уже многие десятки лет о некоторых извращениях я их так называю при подвязке первое извращение это подвязка плодовой стрелки не горизонтально а под углом 45 градусов либо еще хуже вертикально то есть некоторые виноградари подвязывают плодовую лозу вот таким образом под углом 45 градусов а может даже еще и круче не знаю с чем это связано но думаю что скорее всего с нехваткой места то есть кусты посажены слишком часто в рядах и поэтому нет возможностей длинную плодовую стрелку разместить горизонтально что у нас произойдет при таком расположении плодовой стрелки и смотрим вот эти почки 1 2 3 4 5 6 может быть даже 7 практически в рост не пойдут и рост будет усиливаться по мере приближения к краю плодовой стрелки условно это будет выглядеть так это будет самый маленький побег следом чуть больше чуть больше чуть больше чуть больше а вот на самом краю плодовой стрелки два последних побега вырастут очень мощными и очень жирующими но представьте если бы у нас не было вот этого сучка замещения а вот эти все побеги у нас очень слабые то самым хорошим побегом у нас был бы где-то там на расстоянии одного метра от основания рукава и если у вас в этом году не было возможности разместить вот эту плодовую стрелку то представьте куда вы будете девать плодовую стрелку которая вырастет вот из этих почек которые в самом краю плодовой стрелки я уже говорил вертикально еще хуже будет все те же последствия но только гораздо хуже плодовую стрелку не подвязывает вот у меня нижняя проволока к нижней проволоки а подвязывает вот такой полудугой чем руководствуется виноградаре подвязывая именно таким образом я сказать не могу но от все эти моменты которых я говорю это не я придумал иногда мне пишут комментариях вот ты там не прав или это ерунда всякая вот это все это уже известно 100 150 лет то есть стоит покопаться просто в литературе и поискать и вот такой прием как раз и показан именно в разделе извращений на виноградники что у нас произойдет вот при такой подвязки плодовой стрелке у основания побеги будут слабо развитые и максимальный рост побегов будет наблюдаться вот верхней части дуги после этой верхней части дуги побеги начнут уменьшаться и уменьшаться то есть мы вызовем неравномерный рост побегов на нашей плодовой стрелке что несомненно приведет к снижению урожая на этой плодовой стрелке здесь мы получим жирующие побеги на которых в силу жирования недостаточно завяжутся ягоды в гроздях а здесь будет просто недостаточный рост побегов и тоже будет слабая завязь соцветия следующая ненормальная подвязка она в принципе повторяет все предыдущее только с той лишь разницей что немножко ниже опускается даже нижней проволоки край плодовой стрел в этом случае точно так будет очень неравномерное развитие побегов на этой плодовой стрелке и как следствие потери урожая когда у нас есть сучок замещения вот данном случае он у меня есть то следующем году мы плодовое звено сучок замещения и плодовую стрелку будем формировать из него и так как на нем короткая обрезка то очень большая вероятность что я получу побеги которые мне нужны и поэтому если даже что-то здесь у меня не получается на плодовой стрелке у меня всегда будет подстраховка если представьте себе ситуацию что у вас не было сучка замещения я его сейчас удалю и посмотрим что у меня может получиться и что можно сделать таких случаях а теперь я покажу один полезный прием вы подвязали плодовую стрелку горизонтально так как и нужно но у вас нет сучка замещения то есть у основания вашего рукава пока еще нет сучка замещения и большая вероятность того что вот эти почки даже вот несмотря на то чтобы подвязали правильно в рост могут не пойти и возможно вам придется формировать следующую плодовую стрелку середины вот этой плодовой стрелки и у вас рукав за один год удлинится вот на такое большое расстояние чтобы этого не произошло вот в этом месте проводится вот такой изгиб небольшой изгиб и вот этот прием у основания у самого основания вашей плодовой стрелки вы вот делаете такой крутой изгиб сделать его не очень легко но он очень маленький не так как я показывал в предыдущих случаях остальную плодовую стрелку вы подвязываете горизонтально так вот за счет того что этот побег находится так называемым страдальческом положении здесь нарушена проводимость то вот из этой почки вероятнее всего пойдет довольно мощный побег он не будет таким мощным и жирующим как при других видах подвязки но тем не менее он будет довольно хороший и вы его в будущем году сможете использовать качестве плодовой стрелки и ваш рукав удлинится несмотря на то что нет сучка замещения всего лишь там на 10-15 сантиметров вот этот полезный прием но повторю его сделать не очень легко есть вероятность того что вы можете сломать этот рукав но попробовать особенно если на ненужных рукавах всегда можно а затем уже перенести и на основной виноградник и а сухой подвязки на сегодня все а с вами был юрий и гарутин до скорой встречи до свидания пока